Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет Мукбанг. Я буду кушать арбузик. Здесь, значит, половина арбуза. Я вообще очень люблю арбуз. Недавно я снимала видео и про дыню, теперь решила и про арбуз, так как в комментариях очень много было подобных запросов. Также подготовила телефон и пауэрбанг. У меня вечно в телефоне нет зарядки. Я попросила вас в своем инстаграме задать мне интересные вопросы, что вы уже сделали. И давайте приступим. Обычно, как бывает, я прошу вас задать вопросы в моем инстаграме. Проходит где-то буквально 5-10 минут, я уже начинаю снимать видео. А потом уже на протяжении всего дня мне задают действительно очень интересные вопросы, но я уже сняла видео. Если я историю поставила 10-12 часов назад, уже нет смысла задавать вопросы. Знайте, что уже, скорее всего, видео снято. Поэтому учитывайте эти моменты. Обожаю именно вот эту серединку. Здесь он намного сочнее и без косточек. Я подготовила тарелочку для косточек. И давайте приступим к вопросам. Так, давайте начнем от начала. Как много вопросов вы успели задать? Как твое полное имя? Меня зовут Айнур. От этого и мой ник. Близкие меня всегда называли Айка в университете и так далее. Поэтому я решила, что я буду Айка. Но фамилию я свою не хотела брать. Потому что в тот период, когда я начинала снимать видео, я училась в универе. И мои одногруппники видели, что я что-то снимаю. Видимо, для Ютуба. Но не могли меня найти. Для меня это было существенно важно. Потому что я боялась, что они будут надо мной издеваться. Мне как-то будет стыдно. Потому что у меня еще не было аудитории. Поэтому первое, что мне пришло в голову Айка и Эмили. Но сейчас я не представляю себя под другим никнеймом. То есть я считаю, что это мое. Семья или карьера? Вот интересный вопрос. Даже как ответить на этот вопрос. Я считаю, что самое главное в жизни человека – это его семья. Но я бы не построила семью с человеком, который против того, чтобы я как-то развивалась. То есть если человек мне говорит, сиди дома, ничем не занимайся, занимайся, воспитывай детей, то у нас, скорее всего, с этим человеком ничего не получится. Я считаю, что любой человек должен как-то развиваться. Дело тут не в деньгах. Даже если ты жена миллионера, миллиардера не имеет значения. Ты должна как-то развиваться. Но если ты будешь просто сидеть дома и ничем не заниматься, ты будешь неинтересна окружающим людям. Это законы жизни такие. Поэтому я считаю, что и семья, и карьера – это главные вещи в жизни. Без карьеры тоже нельзя. Без карьеры просто скучно. Ну, что делать целыми днями дома? Я активный человек. Я не могу ничем не заниматься. Я даже когда в универе училась, я наращивала ногти подружкам, делала гель-лак. Потом уже это все перешло на более глобальный уровень. Глобальный. Я как бы открыла страничку в Инстаграме. И делала очень дешево. Поэтому у меня было много клиентов. А тем самым я зарабатывала деньги. Знаете, было бы желание человека чем-то заниматься. Потом я работала в Асанхедмед. Это что-то вроде паспорт стола в России. Пока училась в универе. То есть параллельно это все происходило. Также параллельно снимала ролики. В общем, старалась везде преуспеть. Как ты решила снимать мукбанки? На самом деле в один день я что-то прям у меня дома никого не было. Я сидела, смотрела видео на ютубе. Если раньше я всегда смотрела видео про косметику, то в тот день я прям целый день сидела и прям мукбанки смотрела. И тут меня осенило почему бы не снять нам тоже мукбанк. То есть меня это привлекло прежде всего как зрителя. Я решила выбрать такую тему, как суши. Позвонила Фати. Говорю, у меня появилась такая идея. Давай снимем суши. Как раз ты любишь. Будет интересно. Она, конечно же, меня поддержала. Уже на следующий день она сидела у меня. И я почему-то чувствовала, что это видео будет очень популярным. Во-первых, суши было очень много. Во-вторых, мы снимали как-то с душой. Получилось как-то смешно. Мы сняли это видео и Фате нужно было уже на работу. Я начала монтировать, выложила. И оно прям сразу начало набирать очень много просмотров. Я прям не верила своим глазам, что это действительно происходит со мной. Реско на мой канал начали подписываться очень много людей. Меня это, конечно же, радовало. Я боялась, что просмотры упадут. Потом я подумала, чем бояться, что просмотры упадут. Лучше я сниму что-то еще наподобие. Я не знаю, почему у нас именно эта тема хорошо заходит. Потому что иногда я натыкаюсь на каналы начинающих блогеров, которые тоже снимают макбанки. Я смотрю, что у них не так уж много просмотров. Но я смотрю, что неплохое видео. То есть, интересно. Почему у них так мало просмотров, я не знаю. на каждом видео там по 300, по 400 просмотров. Хотя сколько сил вложено. Вот честно, меня немножко даже обижают, когда блогеры говорят, что самые тупые блогеры это футблогеры. Почему тупые? То есть, ну да, конечно, мы не говорим какие-то интеллектуальные вещи, но это тоже манит. Вот я, как зритель, обожаю футблогеров. Также АСМР я смотрю, обожаю. Вообще, мы должны были послушать Вадьеву брата и начать снимать фут-видео год назад. Мы когда гуляли с ним, он нам говорил, что давайте начните снимать про еду, это интересно. Ваша косметика интересна только девочкам, а вот фут-тематика интересна и мальчикам, и девочкам. В тот момент мы, конечно, не послушали его, но потом пришли к его словам. Снимите в следующий раз что-нибудь сладкое, например, торт. Очень много вопросов касательно моей мамы, будет ли видео с моей мамочкой. Моя мамочка, если честно, очень простая, неэффектная и очень стеснительная. Хотя она чисто говорит по-русски, в принципе, можно ее засунуть в свой мук-банк, но она очень стесняется, я не знаю, удастся ли мне ее уговорить. Легче буду говорить моего отца, чем мою маму. арбузик. А я тем временем уже заканчиваю арбузик. Обожаю просто. Иногда мне хочется арбузик зимой одна девочка раз, наверное, 15 написала, когда будет видео с твоей мамой. Будут ли продолжаться видео каждый день? У меня на канале я буду стараться выкладывать каждый день, а то и два раза в день. Если народ хочет, почему бы не снимать. Тем более я замечаю, что каналы, где, например, даже очень большая аудитория, но блогер подзабил, как бы, можно так сказать, рейтинги канала падают. А это допускать ни в коем случае нельзя. Нужно, чтобы зритель не то, что ждал твое видео. Я не понимаю, зачем, чтобы человек ждал? Нужно, чтобы человек открыл и всегда мог увидеть твое новое видео. Каждый день, как сериал, например. Поэтому я буду стараться каждый день снимать. Вот вы меня все поливали грязью, что я не хочу с Фати снимать. Но я могу это объяснить. Например, Фатя сейчас уезжает отдыхать. Вернее, уже уехала и 4 дня ее не будет. Потом ее еще не будет 2 недели. А я снимаю каждый день. Я хочу, чтобы видео были каждый день. А с кем мне снимать? Как только я заговорила про другую девочку, все сразу начали агрессировать, потому что все любят нас вместе. Либо мне надо вот так вот сидеть одной снимать. Либо с кем-то из 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 вас. Арбузик уже заканчивается. Уже даже неудобно здесь его выдавить. Все, можно сказать, что я его уже закончила. Хотя, если честно, я не могу сказать, что я наелась. Давайте еще немножко поотвечаю на ваши вопросы. Наверное, после того, как сниму видео, удалю этот пост из инстаграма, потому что столько там потом появляется интересных вопросов на протяжении всего дня. Но я уже сняла видео, понимаете, мне уже некуда эти вопросы зывать. Сколько времени уходит на монтаж видео? Все зависит от того, какое видео я монтирую. Если это блог, то много времени уходит. Если это мукбанг, ну, наверное, где-то два часа, плюс еще у нас в Азербайджане такой интернет, я просто в шоке от него. То есть, чтобы загрузить видео длительностью в 20 минут, мне нужно на этот час. Шикарно, Я когда была в России, я просто была в шоке. Я, значит, была у своего брата дома, и я загружаю видео, думаю, сейчас сделаю еще обложку, не знаю, поднакрашусь, так далее, свои дела поделаю, пока видео загружается. Я не успела обернуться, я смотрю, что за три минуты мое видео загружено на YouTube. Я не знаю, кто следит за этими вещами в России, но мне кажется, нашим айтишникам нужно поучиться. Также, кстати, девчонки, я заметила позапрошлом нашем видео, где мы снимали вегетарианский мукбанг, там писали комментарии вегетарианцы, люди, которые не едят мясо, нас смотрят. Это на самом деле очень-очень-очень приятно. Я вообще очень люблю вегетарианцев, потому что это чистые как бы души люди, очень добрые люди. Я не знаю, может мне всегда такие попадались, но я знаю несколько вегетарианцев, и я просто в шоке от их ауры, то есть они настолько добрые, искренние люди, поэтому если среди моих подписчиков есть вегетарианцы, я вам передаю огромный пламенный привет, и если честно, я бы тоже хотела быть в ваших рядах, потому что я очень сильно люблю животных, но как вы видите, тем родом мои деятельности не позволят мне этим заниматься, и еще мои родители, моя мама категорически против этого, она считает, что у меня будут проблемы со здоровьем и так далее, но я очень люблю животных, я очень уважаю людей, которые не едят мясо. В общем, как-то так, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, может быть, для вас это была мелочь, но для меня безумно приятно, я вас всех очень сильно люблю, с вами была Эмили, всем пока!